Привет, друзья! С вами Антон, канал Street Workout, и сегодня мы говорим о том, без чего не обходится ни один тренировочный путь. Мы будем говорить о травмах, потому что рано или поздно каждый из нас получает травмы. Вне зависимости от того, насколько мы хорошо подготовлены, вне зависимости от того, насколько долго мы уже тренируемся, травмы, они неизбежны. Где-то недостаточно размялся, где-то себя переоценил, где-то отвлекся, потерял концентрацию и получил травму, которая отбросила на недельку или на месяц назад в своем тренировочном прогрессе. Но травма это также один из тех моментов, про которые если ты знаешь, что они есть и как их можно получить, то вероятность их получения снижается. Это как раз тот случай, когда говорят, предупрежден, значит вооружен. И поэтому сегодня я расскажу о пяти самых популярных травмах у тех, кто любит тренироваться на уличных турниках и брусьях. Но перед тем, как перейти непосредственно к нашему хит-листу, я бы хотел сначала рассказать о факторах, которые влияют на вероятность получения травм. Да, такие тоже есть, и поэтому одни люди будут более подвержены травмам, чем другие. Начнем с очевидного. Физические характеристики. Рост, вес, возраст, наличие лишнего веса или каких-либо заболеваний, все это будет влиять на то, насколько вероятно вам конкретно получить травму. Чем вы старше, тем вероятность получения травмы повышается. Высоким людям будет и тренироваться сложнее, и вероятность получить травму у них будет больше из-за того, что рычаги длинней и нагрузка выше по сравнению с более низкими людьми. Если вы страдаете лишним весом, то также ваш организм будет испытывать повышенную нагрузку по сравнению с человеком, у которого нет лишнего веса. Каждый из нас индивидуален, и это очень важно помнить, чтобы не начинать гнаться за теми, кто уже не первый год занимается на турниках и брусьях, и выкладывать свои тренировочные комплексы в интернет. Потому что конкретно для вас использование таких комплексов может быть не лучшей идеей, поскольку они достаточно травмоопасны. Следующий пункт – это эмоциональное состояние, куда я также отношу внимание и усталость. Дело в том, что если вы приходите на площадку и ваши мысли заняты совсем не тренировкой, то вероятность получить травму будет намного выше, чем в случае, когда вы приходите и фокусированно думаете только о том, что вы сейчас будете делать, и все ваше внимание уделяется именно выполнению упражнений. В жизни каждого бывают самые разные стрессы, поэтому если вы чувствуете, что сегодня не стоит идти на тренировку, если вы понимаете, что вы не готовы тренироваться, особенно если у вас впереди должна была быть тяжелая тренировка, то, возможно, лучше этого и не делать и дать себе денечек отдыха. Второй момент – это внимание. Естественно, в процессе выполнения упражнений нужно быть сфокусированным на том, что вы делаете. Если вдруг вы на что-то отвлекаетесь, например, на каких-нибудь фитоняшах, которые тренируются на площадке, или в фитнес-клубах, особенно если вы занимаетесь там, это частая проблема, то вы можете что-то сделать не так. Буквально потеряли фокусировку на пару мгновений, и вот вы уже не контролируете, что происходит с вашим телом, и получаете травм. Обидно? Обидно. И это тоже нужно иметь в виду. И, наконец, третий момент в этом пункте – это усталость. Нужно понимать, что чем дольше длится ваша тренировка, тем более сложные упражнения вы выполняете, чем больше нагрузка на ваш организм, тем больше он будет уставать. А по мере накопления усталости вам будет сложнее сохранять фокус и внимание, и, соответственно, будет также повышаться вероятность получения травм. Еще один фактор, который влияет на повышенную вероятность получения травмы – это когда вы возвращаетесь к тренировкам после уже полученной до этого травмы. Очень часто люди слишком быстро хотят вернуть себе былую форму и слишком форсируют нагрузку, которую они дают себе на первых занятиях. Это, как знаете, есть такая статистика, что больше всего людей умирает от передозировок наркотиков именно из числа тех, кто завязал, но какое-то время спустя снова начал употреблять. И из-за того, что он, когда снова начинает употреблять, использует свои дозировки, которые были у него когда-то, а не маленькие дозировки новичка, он зарабатывает, или она, передозировку. То же самое, абсолютно то же самое происходит и с тренировками. Когда человек травмировался, выбыл из тренировочного режима на какой-то период, он очень хочет наверстать упущенное и очень хочет быстро вернуться к тому уровню, который у него был. А это невозможно. Требуется время для того, чтобы подготовить свой организм. И фактически нагрузку нужно подбирать не исходя из того уровня, который у вас когда-то было, на который вы хотите вернуться, а исходя из того уровня, который у вас сейчас есть. Если это совсем низкая нагрузка, о которой вы уже давно забыли и считаете ее детской, придется пересмотреть свое отношение к ней, потому что это именно тот уровень, на котором вы сейчас находитесь. И если вы не хотите получить повторную травму и снова вылететь из тренировочного процесса, придется усмирить свое эго. И, наконец, последний пункт в сегодняшнем списке вещей, которые значительно могут повысить вероятность получения травмы, это участие в соревнованиях или подготовка к ним, или попытка установить свой персональный рекорд. Дело в том, что когда мы слишком сильно зафокусированы на достижении какого-то результата, мы можем не обращать внимания на те сигналы организма, которые он нам подает, предупреждая о том, что есть риск получения травмы. Мы думаем, что в этот раз все обойдется, что нам чуть-чуть совсем осталось до персонального рекорда, и лучше выложиться и поставить рекорд, но... В действительности оказывается так, что в подавляющем большинстве случаев спустя время мы понимаем, что лучше бы мы прислушались. Этот непонятный рекорд, это непонятное желание потешить самолюбие, оно не стоит в итоге полученной травмы, которая значительно сильнее вас отбрасывает назад, чем одна пропущенная тренировка или один неустановленный в этот конкретный день персональный рекорд. Если вы уже давно занимаетесь, то понимаете, о чем я говорю, а если недавно, то поговорите с теми людьми, кто тренируется уже не год, не два, а там 5 лет, 10, и они объяснят вам, что это действительно так. В моменте, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен, который зарабатывает себе этим на жизнь, а просто тренируетесь для себя или занимаетесь любительским спортом, нет никакого смысла рисковать своим здоровьем ради получения какой-то грамотки или установления какого-то результата. Оно просто того не стоит. Об этом поговорили, и теперь уже можно переходить непосредственно к собсуждению самых популярных, самых распространенных травм. И на первом месте у нас будут, конечно же, травмы запястья. Потому что в любом упражнении с использованием верхней половины тела, которые вы выполняете на турнике, на брусьях, на полу, будут участвовать ваши запястья. Вы подтягиваетесь, запястье. Отжимаетесь на брусьях, запястье. Отжимаетесь от пола запястья. Стойка на руках, горизонт, задний, весь передний. Все что угодно. Любые упражнения туда же идут с гирями, гантелями, со штангой. Запястье участвует абсолютно везде. Вот это вот наша ручка. Она очень активна. Ну и соответственно, поскольку наши запястья участвуют практически все время в работе, то и вероятность получить травму у них также максимальна. И ввиду сложности устройства нашей кисти и всего того многообразия функций, которые могут выполнять наши руки, пальцы, то и соответственно количество и разнообразие травм также очень и очень большое. Начиная от самых простых растяжений и заканчивая какими-то сложными переломами, смещениями, разрывами связок, сухожилий и прочими-прочими неприятными вещами. Хочу сразу сказать, что на канале у нас есть очень хороший комплекс, направленный на усиление, на укрепление мышц именно запястья для того, чтобы они становились более сильными. Потому что чем сильнее у вас мышца, тем с большей нагрузкой она способна справиться и соответственно, тем менее вы подвержены получению травм. Здесь же необходимо отметить, что у многих новичков при выполнении таких упражнений, как отжимания от пола или стойка на руках, возникает серьезный дискомфорт именно в запястьях. И единственное, что им можно порекомендовать, не стараться форсировать события. Со временем ваш организм привыкнет к этой нагрузке, но если вы будете делать больше, чем вы сейчас можете делать, если вы будете слишком хотеть как можно быстрее получить результат, то вы можете перегрузить его и перейти от состояния просто перетренированности конкретного отдела к травме, восстановление, которое займет уже не день, не неделю, а может растянуться на несколько месяцев. Вам же оно не нужно, верно? Так что отложите свою эго в сторонку, давайте своим рукам, запястьям, кистям, пальцам восстановиться достаточное количество времени, чтобы на следующей тренировке вы не испытывали как минимум большего дискомфорта при выполнении упражнений, а лучше вообще никакого. Например, вы можете перейти с обычных отжиманий от пола на отжимания на кулаках для того, чтобы ваши запястья отдыхали. И со временем организм привыкнет, адаптируется, и вы сможете начать повышать нагрузку, уже полноценно выполняя упражнения. С запястьями мы разобрались, поэтому двигаемся дальше. И второй сустав в нашем теле, который будет испытывать нагрузку практически такое же количество времени, как и наши запястья и кисти, это локтевой сустав. Да, в любом упражнении практически происходит сгибание в локтях. Если вы делаете отжимания, происходит сгибание в локтях. Если вы делаете подтягивания, брусья, отжимания в стойке на руках и огромное количество других упражнений. И поэтому вероятность получить травму, связанную с локтями, она также очень и очень высока. И две самые популярные травмы локтя это эпикондилиты. Медиальные и латеральные. Дело в том, что огромное количество мышц, которые отвечают за работу вашего предплечья, и кисти, кстати, тоже, они соединяются в одной маленькой точке в вашем локте. Те мышцы, которые отвечают за сгибание, соединяются с внутренней частью. Те мышцы, которые отвечают за разгибание, соединяются с наружней частью. Получить проблемы с этими мышцами, а также с их сухожилиями, можно двумя способами. Либо одномоментно дав им слишком большую нагрузку и вызвав перегруз, либо выполняя постоянно регулярно одно и то же движение, и таким образом вызвав воспаление от чрезмерного использования. Важно различать эти моменты, потому что в зависимости от того, как именно вы получили травму, будет зависеть, как вы будете восстанавливаться от этой самой травмы. На канале есть отличное видео по поводу того, как можно восстановить ваши предплечья, мышцы при появлении медиального эпикандилита. Там нет ничего сложного, но восстановление может занять недели, а то и месяцы регулярного выполнения упражнений. Сразу скажу, далеко не во всех случаях эта травма пройдет сама собой. То есть, если какие-то травмы могут спустя недельку или две сами собой пройти, то эпикандилит чаще всего к ним не относится и потребует активных действий с вашей стороны для того, чтобы руки восстановились и вернули былой функционал. К счастью, в подавляющем большинстве случаев все обратимо и потребуется только ваше терпение. Двигаемся дальше, и если вы поняли логику, по которой я строю сегодняшнее повествование, то догадались, что следующим пунктом в нашем списке будет являться плечевой сустав. Травмы связаны с плечом, плечевой сумкой, окружающими мышцами, сухожилиями, связками и всем остальным. Плечевой сустав является одним из самых подвижных в нашем организме, и при этом он также испытывает во время выполнения упражнений огромную нагрузку. Если вы будете игнорировать те сообщения, которые вам посылает ваш организм, например, щелчками в плече, и продолжать упорствовать в своих тренировках, то вы можете получить очень и очень неприятные травмы, например, такие, как разрыв суставной губы, который, в принципе, не восстанавливается, а потребует оперативного вмешательства. Разумеется, существуют различные комплексы упражнений, которые направлены на развитие тех мышц и усиление тех мышц, которые отвечают за стабилизацию вашего плеча и позволят вам снизить вероятность получения травмы. Я также на канале оставлю отдельный ролик, где я их демонстрирую. Рекомендую выполнять их на регулярной основе, особенно если вы уже не новичок, и вы пробуете различные упражнения продвинутого уровня, такие как стойка на руках, выходы силы, передний и задний вис и так далее. Включайте их в свои тренировки, и ваши плечи будут под защиту. Но, как я уже сказал, главный момент – это умение прислушиваться к тем сигналам вашего организма, которые он дает. Если вы чувствуете, что в плече идет что-то не так, это может проявиться как перед тренировкой, так и после первого подхода, или даже в середине подхода, лучше остановиться, прерваться, понять, что происходит, и только после этого продолжать. Не нужно думать, что вы сейчас доделаете, а потом будете разбираться. Нет. Плечо – это такая уязвимая вещь, которую травмировать очень легко, восстановить очень сложно, и чем старше вы будете становиться, тем больше вы будете корить себя за допущенные ошибки. Четвертым пунктом в нашем списке сегодня будут травмы разнообразной поясницы. Поскольку мы сейчас все ведем более чем сидячий образ жизни, то наш позвоночник отвык от той нагрузки, которую мы ему давали последние сотни тысяч лет. И, соответственно, когда мы приходим на тренировку и начинаем выполнять какие-то упражнения, то мышцы поясницы, мышцы расположенные в нижней части спины, они просто не готовы к тому, чтобы эту нагрузку выдерживать. Доходя до совсем простого, что человек, офисный какой-нибудь работник, когда он приходит на площадку, начинает пытаться сделать планку, его мышцы спины, мышцы кора, мышцы пресса, и выдерживает нагрузку, и у него возникает прогиб в пояснице, который не самым естественным образом создает нагрузку на межпозвоночные диски. Если такой человек, вместо того, чтобы сфокусироваться на тех ошибках, которые у него сейчас есть, и исправление их, закачки тех мышц, которые у него отстают, решит форсировать события, начать изучать более сложные упражнения, такие как отжимания от пола, даже подтягивания, не говоря уже о выходах, приседаниях, приседаниях дополнительного веса, то он очень быстро получит травму. Именно связанную с тем, что его организм не был готов, а он проигнорировал этот сигнал. Поясница, мышцы, расположенные вдоль вашего позвоночника, они также участвуют практически во всех упражнениях, но проблема в том, что большинство людей их не задействует. Если вы посмотрите, просто придете на площадку, в фитнес-клуб, или даже в школе на уроке обратите внимание, как люди выполняют разные упражнения, вы увидите, что они практически не задействуют мышцы поясницы в процессе, хотя должны были бы. И это связано с тем, что мышцы поясницы у них очень слабые, а чем слабее твоя мышца, тем меньше ты привык ее использовать, и тем хуже ты понимаешь, как ее вообще можно нагрузить. Это, кстати, также относится к мышцам пресса. Очень многим кажется, что они качают пресс, повторяя движения, похожие на те, которые они видели на роликах в интернете. Но в действительности, поскольку у них мышцы пресс не развитые, они просто дергаются и используют совсем другие мышцы, а не прямую мышцу с живота и не косую мышцу с живота, что и сказывается на их результат. Поэтому о пояснице нужно заботиться. Существует несколько простых упражнений, которые можно выполнять для того, чтобы укрепить поясницу. Также следует в обязательном порядке следить за тем, чтобы у вас она работала, когда вы делаете отжимания, когда вы выполняете приседания, когда вы выполняете подтягивания и все остальные упражнения. Не говоря уже о таких продвинутых вещах, как, например, стойка на руках, передний вес, задний вес и все такие вещи, где нагрузка на поясницу очень и очень велика. Не стоит гнаться за такими вещами, просто потому что вы увидели ролик в интернете, где говорится, что можно научиться их делать за 5 минут. Поэтому человек, который их показывает, скорее всего, тренируется уже не год, не два и не пять лет. И именно поэтому он так легко все делает. Вам же потребуется сначала создать фундамент. И поясница, мышцы нижней части спины, это как раз невероятно важный фундамент, который будет соединять верх вашего тела и низ вашего тела между собой. К сожалению, большинство людей не уделяет внимания этому моменту, особенно потому что это не те мышцы, которые ты видишь в зеркале, не те мышцы, которые ты, в принципе, можешь почувствовать сразу, и не те мышцы, упражнения, которые легко подобрать. На самом деле это так, и это печально. Так что сразу предупреждаю, если вы хотите сохранить здоровье своего позвоночника, если не хотите получить какие-нибудь неприятные вещи, вроде протрузии или грыжи, которые, кстати, чаще всего располагаются именно в поясничном отделе, а заботьтесь тем, чтобы укреплять с самого первого дня своих тренировок, укреплять мышцы, которые располагаются в пояснице. Ну и, наконец, пятый пункт. Я долго думал, стоит ли его включать или нет, потому что среди тех, кто тренируется на уличных площадках, не так много любителей выполнять упражнения на ноги, приседания и все остальное, но, тем не менее, наверное, стоит. Это, естественно, колени. Коленный сустав один из самых травмоопасных в организме. Большинство людей на данный момент не может даже нормально приседать, к сожалению. Чем старше люди становятся, тем больше проблем у них вызывает выполнение даже таких простых действий, как обычные приседания с собственным весом, не говоря уже о более сложных вещах, там, выпрыгивания, выпады и так далее. Но при всем при этом они считают, что могут начинать бегать, и бегать много, бегать какими-то там 5-килогометровыми забегами, полумарафоны, марафоны, хотя их организм, их колени к этому совсем не готовы, потому что они даже не умеют, как я уже сказал, нормально приседать. По поводу коленей, их безопасность существует огромное разнообразие заблуждений, например, что нельзя приседать так, чтобы ваши колени заходили за носки. Огромная глупость. Сейчас я не буду останавливаться на этом. В этом ролике мы просто говорим о самых популярных травмах, и травмы коленей связаны с неправильной техникой выполнения упражнений, либо с чрезмерной нагрузкой. Это также один из самых рапоцированных вариантов. Но дело в том, что любой здоровый человек должен иметь способность, иметь возможность выполнить приседания. Если ты не можешь присесть полноценно в пол, без опоры на что-либо, значит, на данный момент ты не можешь считать себя здоровым человеком. И тебе нужно сразу же начинать работать на этом моменте. В заключение хочется сказать еще о таком явлении, как перетренированность, которая очень часто сопровождает как начинающих атлетов, что парадоксально, так и очень опытных. Очень опытных, потому что они гонятся за какими-то высокими результатами и дают себе чрезмерную нагрузку. А, собственно, по этой же причине и новичков, которые дают себе чрезмерную нагрузку, которой их организм не готов. Они, например, посмотрят где-нибудь в интернете ролик, что нужно отжиматься каждый день по 100 раз, и при том, что их максимум всего, допустим, 10 повторений, начинают это делать, не дают своему организму достаточно временного восстановления и со временем скатываются в перетренированность. Перепутать это состояние с чем-либо другим довольно сложно, потому что оно характеризуется отвращением. Отвращением к тренировке. Отвращением самой мысли о том, что вам сейчас нужно пойти и позаниматься. И чем дальше вы будете уходить в перетренированность, тем сильнее будет становиться это отвращение, потому что организм дает вам сигнал о том, что не надо, ты уже его утомил. Тебе нужно восстановиться, тебе нужно отдохнуть, тебе нужно сделать перерыв тренировки. И если вы не прислушаетесь к этому совету своего организма, то также сильно повышаете вероятность получения травмы. Помимо того, что у вас будет еще и эмоционально пониженный уровень связан с тем, что вы находитесь в состоянии перетренированности. Поэтому не стоит, сразу скажу, не стоит следовать всем этим готовым схемам из интернета, которые дают огромное количество нагрузки и при этом не учитывают ваш индивидуальный организм, ваш уровень подготовки, возраст, рост, вес, вот все те параметры, которые я описал в начале этого ролика. Начинайте с чего-то небольшого, постепенно прогрессируйте, получайте удовольствие от тренировки, так чтобы каждый поход на площадку был для вас в кайф, и тогда все будет в порядке. Я надеюсь, что этот ролик был полезен для вас, если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я на все них отвечу, и буду рад увидеться с вами в следующем видео. Если есть предложения по темам для роликов, так же пишите. С вами был Антон, канал Street Workout. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok